И я с удовольствием приглашу нашего следующего выступающего, а им будет учредитель компании Big Event Сергей Слабунов с темой «Самое главное в бизнесе». Я правильно понимаю? Друзья, ваши бурные аплодисменты! Итак, всем привет! Меня зовут Сергей Слабунов, и это мой стендап про бизнес. Насколько я понимаю задачу, надо смешно рассказать про бизнес. Знаете, для меня это очень странно, потому что, на мой взгляд, бизнес – это вообще не смешно. Вот вообще. Именно поэтому я рассматриваю данную задачу как просьбу заказчика, потому что так проще браться за невозможное и зачастую невыполнимое и в целом привычнее. У меня будут слайды идти. На первом слайде я хотел рассказать про свой карьерный путь. Очень быстро расскажу. Я начинал работать в банках, ушел оттуда с позиции директора департамента в ночной квест, занимался квестами. Дальше была компания Event, Big Event, строил несколько площадок для мероприятий. Elevento, Соборов Холл, последний проект – это ресторан 1586. Это все про мою карьеру. Начну. Самое сложное – это, на самом деле, начать. Вот стоишь тут, потеешь, волнуешься, заикаешься. Это примерно как во время первого секса, знаете. Вот ты как бы уже расположил даму к себе, в общем-то, ну тут такой, хоп, извините, я вот пока еще не готов, потом приду, как бы, да. Ну так не бывает же. В общем-то, с бизнесом то же самое. Это такой шанс, счастливый билет, лотерейный билет, который вот надо брать здесь и сейчас. Вы его либо берете, ну, либо там дальше рукоблудите уже сами. Вот сейчас я все изучу, подготовлюсь, соберусь силами, соберусь с мыслями, с деньгами. Не знаю, вот у меня так ни разу не было. Может быть, у кого-то бывает, но вот точно не у меня. И это точно не про первый бизнес. Знаете, какие у меня были первые бизнес-проекты? Ну, бизнес-проекты в кавычках, конечно же. На первом курсе у меня знакомый попросил ему меню в кафе распечатать. Я в WordArt ему прикинул шрифты, какую-то очень примитивную графику сделал. Тут видно, как это получилось. Что, чтобы вы поняли, рисование – это единственный предмет в школе, по которому у меня была тройка. Это вот когда ты учителю задаешь пустой лист бумаги, и он тебе говорит, ну вот, Сереж, уже лучше. В общем, знакомым понравилось. Я даже смог обосновать гонорар за эту работу. И мне пришла в голову мысль, что это пустая ниша. Я взял меню этого кафе и поехал по ресторанам города. Продавать им дизайн-меню. Дизайн-меню. В общем, у меня получалось, тут разные проекты, покажем вам, да. Рисовали эскизы, зарабатывали какие-то деньги. Правда, знакомый нервно звонил и спрашивал, где, черт возьми, мое меню и почему оно едет по всем ресторанам города. У меня был струнный принтер, девушка, которая нам рисовала виньетки и друг с машиной. В общем, если был бы гараж, мы бы, наверное, с Apple конкурировали, гаража не было. Кстати, девушку зовут Волкова Полина, это было 20 лет назад, а сейчас она сидит, помогает переключать слайды во время этого выступления. Я тут недавно почти сам открыл ресторан. В общем-то, в целом, я легко мог бы говорить, что я уже 20 лет в ресторанном бизнесе. Но я не стал так говорить. Знаете, чем все это закончилось? Уголовно-процессуальным кодексом. Я тогда на юридическом учился. В общем, у нас было уголовно-процессуальное право и как раз выходил новый кодекс. На сайте российской газеты скачали файлик с последней редакции, которые должны были принять. Пришли в областную типографию и заказали тираж нового уголовно-процессуального кодекса. Ну, в общем, я просто сделал это быстрее всех остальных, быстрее, чем крупное издательство. И случился только один небольшой казус. Как бы вот в типографии почему-то напечатался очень маленький шрифт. Пять с половиной. Это такой прям очень маленький текст. Прям вот, ну, очень маленький. Знаете, вот как у мальчиков зимой, вот примерно так же. Значит, в итоге продали студентам на шпаргалке. Правда, кто-то еще нервировал нас звонками в магазины с фразами, что это была не та редакция кодекса, но мы отказывались в это верить, принципиально не хотели. Все-таки проблемы с реализацией тиража случились. Продавать на факультете у себя было как-то стыдно и неловко. Поэтому, ну, как бы полез в интернет. К слову, 20 лет назад интернет был вообще совсем другим. Нашел несколько электронных почт, книга торговых компаний, отправил им письма, ответили из Екатеринбурга. Никогда не был там в этом прекрасном городе, но продал туда весь тираж уголовно-процессуального кодекса, который мы здесь напечатали со шрифтом пять с половиной. Ну, как бы, вот, думаю, реально выскочил, как бы, да, вот с этим маленьким шрифтом. Подумал я и напечатал еще один тираж и снова продал его в Екатеринбург. В общем, на выходе заработали примерно по рублю где-то на каждой вложенной, тысяч пятнадцать примерно. На этом пике я решил завязать статистко-полиграфической деятельностью, вот, думаю, уйти на волне. Когда готовился к этому выступлению, знаете, прочитал пять ключевых умений, которым должен обладать предприниматель. Это распознавание возможностей, проектирование, управление рисками, умение пережить неудачу, склонность к действиям, а не планированию. Вот сейчас чему только не учат, да, то есть вот, но вот умение пережить неудачу, если честно, не слышал, чтобы кто-то из коучей специализировался на этой теме. Ну, если только не считать, что идти в коуче, это уже неудача. Знаете, у меня были неудачи, вот в эти моменты внутри все сгорает. Вот примерно как помещение после пожара, представляете, как выглядит? Или еще хуже, как вот фуршетный стол на конференции. Вот ничего не остается. Вот так же внутри. В какой-то момент я понял, что в неудачах вообще надо видеть просто новые возможности. Мы делали как-то мероприятие для такого крупного, важного заказчика, ответственное. Бюджет, помню, будет 400 с лишним тысяч, очень большой для нас бюджет. Мероприятие вошло в историю нашей компании под названием фестиваль факапов. Ну, просто там накосячили вообще абсолютно все, кто был хоть как-то завязан. Заказчик выкатил нам, ну, там, как бы лист претензий. Там было пять таких серьезных пунктов, на что я ему показал свой лист, как бы, косяков по этому мероприятию. Там было 13 больших пунктов. На тот момент я заплатил самый большой, такой существенный для меня штраф. Но через год эта компания порекомендовала нас своим партнерам. Мы сделали мероприятие с бюджетом в три раза больше. Потом еще и с ними тоже работали, ну, вот с теми, с которыми накосячили. В общем, уметь признавать свои ошибки – это такое очень важное качество. Надо это делать, это очень важно. А еще зачастую поражения могут вам дать гораздо больше, чем победы. Если правильно к ним относиться, делать правильные выводы, это может быть гораздо более качественным и лучшим там коучем, тренером, ментором для вас. Ну, опять же, если делать правильные выводы, если вообще их делать. Еще у меня была одна бизнес-мечта – троллей. Нет, это такой невымышленный персонаж из мультфильма, тролль, да, то есть, а троллей. Это вот так выглядит. В общем, такой аттракцион из тросика, натянутого где-то над пропастью, туда люди цепляются и катаются. На нем я считал, проектировал, там нашел место, где это сделать, там все классно ложилось, было бы интересно. Но там с локацией возникли такие проблемы, которые я не мог преодолеть. И, в общем-то, при этом каждый день вожу ребенка в школу мимо нового красивого здания на набережной. Вот это здание. Соответственно, вот езжу и думаю, что ведь, блин, классно же было бы с этого здания через водохранилище протянуть травей. В общем, не выдержал, нашел собственников, приезжаю к ним и говорю, знаете, вот очень хочется с крыши вашего здания тросик натянуть и кататься через водохранилище по этому тросику. Я тут цифры, короче, прикинул, может окупиться. Вот, ну, представляете, да, серьезные люди, как бы там здание строят. В общем, на данный момент есть двухэтажная балка. Она вот так выглядит. Который может этот троллей закрепиться. Правда, вокруг этой балки пришлось построить и запустить этаж с банкетными площадками, конференц-залами, еще один этаж с рестораном, ресторан там с бассейном на крыше. Ну, может быть, это не самый простой способ реализовать мечту, но вот такое упорное проектирование, распознавание возможностей, склонность к действиям. В общем, важно иметь четкий план и уверенность, что от него всегда можно отступить. В общем, я вам в своем выступлении, да, вот таким, пытаюсь дать какие-то такие референсы там, да, там, делайте выводы из провалов, умейте признавать ошибки, имейте четкий план, осознавайте, что от него можно отступить. Ну вот, что же самое главное? У меня же так тема называется выступление. Однажды на одном обучающем мероприятии в Москве у коллег увидел забавный слайд. Это прямо оттуда. Самое главное сделать самое главное самым главным. Я его прочитал несколько раз, думаю, смешной. Показался мне сначала, потом понял, нет, сука, гениальный. Это же так просто и так важно. Вот всегда с этим проблемы. Люди зачастую делают что угодно, но не делают самое главное самым главным. Вообще зачастую даже не думают о продукте, не думают об этом. А это важно. Поэтому вот очень важно, пожалуйста, в вашем бизнесе, в вашем продукте, в ваших отношениях с женой. Делайте самое главное самым главным. Еще очень важно, знаете, вот бывает, наступает прямо вот жопа. И вот в жопе тоже очень важно сделать самое главное самым главным. Не знаю, кстати, можно это слово говорить тут на управленческой платформе. Я не спрашиваю у организаторов, вероятно, отключат микрофон. В стендапе можно. Ну у нас же стендап, я тоже так подумал. У нас стендап про бизнес. Дело в том, что в бизнесе как бы и не такое бывает. Я знаю, у меня было. Продолжайте, пожалуйста, Сергей. В общем, в бизнесе не такое бывает. Надо быть готовым ко всему. Как-то мне исполнилось 35 лет. Ну, в общем, такой себе праздник, конечно. В душе мне 14, а тут 35. И это прям немного расстраивает. Но это не так сильно расстраивает, как когда у тебя экскаватор весом 25 тонн падает в чашу выкачанного озера, ломает плотину, вот на видео, да. Есть реальный риск затопления всей прилегающей территории. В общем, он там долго не может выбраться. А когда-таки он выбирается, то у тебя уничтожен полностью весь пляж. А у тебя там уже продано через 2 недели по 6 мероприятий каждый день, как бы. И, в общем, я вот понял, что вот накануне мне исполнилось 35, а на следующий день мне исполнилось там где-то 37-38. Примерно вот в таком ракурсе по ощущениям было. Поэтому, в общем, очень важно в жопе тоже сделать самое главное. Самым главным, когда оно наступает, часто бывает паника, хаос, падешь с кота, что угодно. Вот когда случилось это с экскаватором, там человек 30, наверное, было, что-то реально пытались сделать, только двое, как бы, я и хозяин экскаватора, потому что его могло затопить. Я вот... в той ситуации я понял, что мне срочно нужно 2 экскаватора, вывести 3000 КамАЗа ИЛа, 7 миллионов рублей, и, как бы, в целом неплохо все получилось. Там вот красиво. В целом неплохо получилось. Мне вот то же самое сказали мои коллеги, которым я показал это выступление, дал прочитать. Они говорят, ну, неплохо, но непонятно. Грустно как-то вот вообще. Есть какой-то кайф-то от этого? Знаете, я уверен, что да. Вот кайф это взять и сделать. В том году в офисе, в туалете установил лампочки с датчиками движения. Заходишь, включается. В общем, мне очень нравится. Значит, вот заходишь, вот-вот включается и работает. работает само. Вот само. Вот очень важно, что само. Вот, на мой взгляд, задача любого предпринимателя вывести свой уровень, свой бизнес на уровень вот такой лампочки. Чтобы вот бизнес сам работал на движение любого клиента. А вообще же, ну, еще круче, если бы он еще и обеспечивал это самое движение. У меня все. Спасибо. Друзья, ваши аплодисменты. Сергей, все можно говорить и было весело. Друзья, теперь ваши вопросы. Я что-то все рассказал, могу идти. Да, да, да. В общем, смотри, нет. Дело в том, что вначале настроили очень быстро, девочки жаловались, что не успевали пописывать, как бы он выключался. Пришлось перенастраивать. В спортивный комплекс «Белый колодец» там. Вопрос у вас был, да? Сергей, здравствуйте. Знаю вас все 20 лет, вашему бизнесу 20 лет. Скажите, вы знаковый ивенщик. Какой самый душевный для вас проект? Ой, вот какой самый душевный, даже не знаю, наверное, тот, которым все получилось. То есть, когда после него можешь сказать, есть такая рабочая фраза, это было легендарно. Есть такие проекты, наверное, долго рассказывать, но они есть. Хотя некоторые люди думают, что у меня такого проекта нет, что я всегда всем недоволен. Микрофон, давайте микрофон, чтобы все слышали ваш вопрос. Я так понимаю, что мечта с троллей почти удалась, но уже там с ресторана его пустить не так долго осталось. Это уже вопрос минут. Следующая цель какая? Петровский остров. Друзья, ваши аплодисменты. Еще у кого-нибудь вопросы? По выступлению к самому Сергею. Есть вопрос, да? Пытаюсь уйти отсюда. Добрый день. Вот у вас в важных вещах было записано еще такой пункт, как управление рисками. Как же вы просчитались с экскаватором в рисках? Так просчитался, вот это невозможно предугадать. Там был опытный экскаваторщик, который опытным путем уехал с плотины. Я потом плохо долго про него думал несколько часов. Но потом следующие три недели он работал по 13 часов. В общем, я даже не видел, чтобы он писал ходил как бы. Я не видел вот так. Лампочка ни разу не включалась, я правильно понимаю? Да. Есть у вас вопрос, да, иду. Самое смешное, что ровно через год в этом же месте у меня утонул другой трактор через 20 метров. Вот это было странно. Ну, то, что трактор, это не страшно. Главное, что не человек. Да, 200 тысяч рублей потребовалось, чтобы его вынуть. Скажите, вы говорили о выгорании. Выгорание в плане, у вас было когда-нибудь вот такое ощущение, что все, крышу снесло, больше ничего не хочу, отстаньте все. Бывает, что накатывает минут на 20, как бы. То есть вот такой себе диагноз поставить, что я больше вообще ничего не хочу, у вас такого не было никогда? Нет, не было. Все, спасибо. Канатная дорога или троллей, это разные проекты. К канатной дороге я не имею отношения. К троллей… Сергей, у нас внезапно, извините, хотите, я отвечу за вас на этот вопрос, внезапно, как будто встреча с губернатором произошла, да? Ой, а пляжи еще будут? Ой, а канатная дорога? А мы вот парк еще хотели? А метро? Может быть, все-таки вы возьметесь? Пенсии. Давайте до пенсии заканчиваем. Да, мы сейчас договоримся, я говорю. Так, друзья, еще вопрос. Про канатную дорогу, про парк нет? А, все, хорошо, тогда иду, тогда иду. У меня такой вопрос. В начале вашего бизнеса вы пользовались только своими деньгами или у вас были те, кто мог вас проинвестировать? Вот меня вот инвестиции интересуют. У меня не было никаких инвестиций и инвесторов. Еще раз говорю, значит, мой стартап заключался в том, что до 6 часов вечера я работал в банке, а потом ехал домой, ужинал, переодевался, и мы ехали с партнером писать ночные квесты. Так примерно год проработал, а потом уволился нахрен из банка. Дальше мы работали как это, в сфере услуг, интеллектом, и это были наши инвестиции. Все. И до сих пор свои вливаю. Нету дяди, который хотел бы мне их дать. Нет, сейчас есть просто совместные проекты с дядями, у которых есть деньги. А так свои, да. Сергей, все-таки чувствуется, что вот в душе вам 14. Знаете, когда вы говорите, сейчас работаю с дядями, у которых есть деньги, вот, сейчас есть парочка проектов, у дяди есть деньги, мы будем делать несколько проектов с дядями. Да? Еще вопросы есть, Сергей? А то мама зовет, да. Кушать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова